Фамилия моя Ковалева, Галина Алексеевна. Тема доклада это создание экспертных систем по геологическому программизированию. Как известно, экспертные системы создаются на основе баз данных и баз знаний. На чем основаны базы данных? Это атласы КАСС, физические полей Земли и окружающего космического пространства. Базу знаний создают те физические законы, которые эти структуры полей объясняют. Причем это, мои схемы объясняются обыкновенными классическими физическими законами. Я не прибегаю ни к чему. Известно также, что физические поля Земли обладают волновой явленностью. И ось вращения Земли является осью линологии для симметрии всех физических полей вместе взятых. Волновые структуры создают решетчатую регулярность, соответствующую симметрии Кассайдера. Это доказал Федоров, у него есть работа поэтом Федор Федоров Александровича. Значит, это внешняя поверхность Земли, внутренняя пространство Земли квантована по параметру 0,05 радиуса Земли, который в сущности является малым параметром Липунова. А главные сеснические разделы располагаются на 0,02, 0,55, 1,1, 1 радиуса Земли. То есть, все только, что я добавила ко всему этому, я рассмотрела, это 0,05, это граница ядра и мантии, 0,2, это суб ядрой Земли, и в центре Земли 0,05, вот это параметр квантования радиальной периодичности. Отношение скоростей на главных сеснических разделах отличает параметром решеток для ядра кубические решетки, для мантийного слоя и кексагональнее. По этим решеткам, значит, они, это дифракционные картины дебаевского характера и науэльского, то есть у знака решеток наблюдается радиально-концентрические структуры, эти радиально-концентрические структуры имеют дискретность, равную параметрам этих решеток, то есть параметр А. Все, что, ну, во-первых, это всем известно, соясникам, геологам, геофизикам, по крайней мере, нужно было всему этому дать физическое толкование, потому что закономерности слишком железные для того, чтобы можно было тут позволять себе какие-нибудь вольности. Ну, значит, по этим решеткам регулярностям и наиболее крупным радиально-концентрическим структурам в каждом сейсмическом слое выбранной системы координат, обыкновенная система координат декартовская. Причем, значит, для гидра земного это сама декартовая система географических земных координат. И на каждом из слоев происходит фазовые сдвиги как отклонение, значит, от оси вращения магнитных векторов, так и фазовое вращение по поверхности это уже отклонение от главной системы координат промежуточных уровней от главной центральной системы координат декартовой. Ну вот, так, значит, там на систему координат выбрали. Самое главное, значит, нам измерить углы, на которые поворачиваются либо эти системы координат, либо вот эти углы, которые дадут главные пазовые сдвиги, круговые. Кроме того, это для гравитационного поля. А для магнитного поля существуют винтовые структуры в горе оси вращения. Ну, вторым моментом, которым важным было сделать, это разделить поля собственного магнитного поля, электромагнитного, и орбитальные. Эти поля, естественно, имеют симметрию торов, потому что симметрия электрического поля – это тор, а, значит, симметрия гравитационного поля – это жар. Симметрия тора, круги его распространяются до 20 радиусов в полярных зонах, то есть это поперечник в 40 радиусов земли, 20 радиусов сжатый наполовину солнечным ветром остаются 10 метров, а в ночной стороне земли образуется хвост, огромный хвост. Вот он взбрался к предшествующим товарищам, но он не полностью изображен. Этот хвост имеет длину 2300 радиусов, что, если так прибавить 10 тех, которые с солнечной стороны, 2400 радиусов, отношение к 40 радиусам, которые имеют близко привлечения магнитной сферы, это будет как раз 2400 на 40 будет 60, да? Ну вот отсюда очень важный последует вывод, что 60 – это основа всего исчисления для наших всех земных проблем. Нужно, значит, только четко отличать магнитное, ну, гравитационное поле там само собой, ну, это концентрация, это отличный шарик. А вот магнитные поля, электромагнитные, у них разная симметрия. Магнитное поле имеет также симметрию шара, то есть оно является индукционным для концентрации. А этическое поле – это вот самый тот, о котором мы с вами говорили. Ну вот, значит, нужно было разобраться, найти всему этому объяснение. И я, конечно, бросилась на всякие городские семинары. В частности, я, значит, ходила к Наталье Павловичу больше 10 лет в это дело, у него там доклады. И ходила, кроме того, в Академию наук к Абраму, Михаилу Абрамовичу Басину. Он у нас числится синергетиком, главным хакером. Ну, в общем, большой специалист в этих всех вещах. И главная его идея, что космос – энергоинформационная сеть, даже просто информационная сеть. Потому что энергии – это там где-то, где масса даёт моменты маховые, которые нужно прекратить в электрические токи путём, поскольку Земля-то, она крохотная, вот такой кусочек во всей системе полей, вот когда говорят, что там планеты сталкиваются, такого не может случиться. она каждая окружена вот такими громадными полями, и сталкиваться они никогда не могут. Ну, это ладно. Короче говоря, вот, ну, Анатолий Павлович, у него была какая-то идея, что взаимодействие полевые, они связаны с релаксациями, с кривой натурального логарифма, а вот увлечение Басина заключалось в том, что он занимался деревними полями в проекции корневой гаодограф, это весь взятие с вращения, плоскость эклиптики, и вот, значит, особые точки, которые есть во всех полях этих решёток, всех уровней, значит, они дают ряды тригонометические. Чёрт, я это не знаю, да? Ну, ладно. Ну, короче говоря, соединить их в единое помогло мне только, значит, переход к повышению уровня абстракции вообще во всех этих расставлениях. Нужно было систему координат перевести в индексы сверхособых и особых точек физических полей, сделать их проекции, посмотреть, как проекции меняются во время вращения, и конечным результатом этого всего оказались матрицы. Составила я квадратные матрицы на столе шестидесятиричного исчисления, потому что шестидесятиричное исчисление это что векторное произведение 2 на 3 на 10. Это всё в сущности тройка, это основание натурального логарифма и пи. Ну, одна с плюсом, другая с плюсом. Ну, и, значит, этих матриц у меня оказалось штуки 4, и вот эти шлифт даже, там, начиная от таблицы Неделеева, которая уложилась в матрицу 7 на 7, ну, она оказалась трёхслойной. Потом, значит, вот соотношение асимптоты с всеми боковыми вращениями, ещё одна матрица, это матрица для тяжёлых гераспопов сущностей. Вот потому что вибромеханики, с которыми я взаимодействовала, это Блихман из Механобра, там они говорят, что масса устойчивого колебательного контура, ядра, эксцентрика его, должна составлять половину массы всей планеты. И если мы действительно калорийную массу положим в эксцентрики, то у нас окажутся обыкновенные 3 грамма на квадратный сантиметр, которые, значит, на всех планетах и на Земле, а на других планетах, там, где меньшие плотности, это с учётом их воздушных оболочек. А вот если взять одну только массу, то только так, значит, будет идёт. Вот. И, значит, вот у нас новые структуры физических полей, вот, например, артики, вот эта картинка, она показывает. Ось вращения, вот это главные плоскости полиэритноции, на которых сверхотрудные точки, там, на всех великолитах будут располагаться. Вот связь этой структуры, вот обратите внимание, вот это крайние прогибы, это платформа унарская, это платформа ну, воссибирская, так скажем, воссибирская. вот это вот за этой находится изозойские сплачки и пояса. Вы понимаете, как? А вот это плиты, вот это плита слава норвежского в Диманском море разрушена, а это несколько больше. Вот это значит Хрилет Дакеля, это Ломоносова, это канадская каплодина. Вы видите, картина очень простая и она подчиняется этим как у них это справа. Туда подойдите. нет, перед стороной. Вот а значит есть наши диапателетики уже вот здесь нарисованы как раз главные космосы по реализации земли и здесь вот это ограничения по главным диапазическим видно гораздо лучше чем на первой схеме. Еще раз первую схему связь с месторождением на первой схеме вот в 60-ти полярный круг мы пишем эксцентральную песню то мы найдем вот это на 90-м градусе с единицей сагона вот это печенга это на 30-м градусе вот здесь в болоте стояне вообще там известны какие-то произведения полинетана а вот это середина этого это проходы труднейшее месторождение томаты вот в районе четвертого имеются три месторождения но такие нарушенные чехлы так что два метна нефтемемемы два полиметаллических и нефтемемызаносные вот так они складаются здесь так собственно все значит экспертные системы дают возможность производить региональное реализование потом применять фурье анализ обратное фурье при образовании при построении глубинных структур от этих узлов решеток и значит можно сказать что переход к шестидесячному исчислению который связывает эти все изобретенные мною то я готова передать любому совершенно любой организации либо любому человеку заинтересованным в этом деле если он поможет сделать динамическую модель развития земли ну а я думаю что экспертные системы как раз они и держатся на цифровых технологиях так я и предлагаю эти цифровые матрицы как основу для подразделения вот все спасибо